здравствуйте друзья часто спрашивают как я отношусь к удаленной работе вообще какие тенденции перспективы и вот удаленная работа я хочу сказать что за те 25 лет что вот мы тут живем из них до 23 последних года мы в айти работаем со светланой я хочу сказать что это вот как появилась у нас на глазах и развивалась на глазах и приняла совершенно такие неожиданно мощные формы на сегодня я помню что в девяносто пятом году девяносто четвертом девяносто пятом году я был менеджер там в одной компании и у нас был программист работавший из из африки откуда из нигерии что не помню вот был был паренек и это было так странно знать вот не было не было еще тогда интернета и уж как там девелопмент менеджер наш с ним общался я не знаю но сложно это было сложно сейчас не только люди уже так в митингах участвуют сейчас полно инструментов для того чтобы участвовать в митингах сейчас даже вот есть такой такое программное обеспечение которое но фактически контролирует присутствие человека на рабочем месте вот сколько часов он работал там по ударам по клавишам там по каким-то своим признакам я не вникал никогда в детали но вот ребят которые так работают рассказывает что там на секундочку не отойдешь а там отлучился там на несколько минут они уже знают уже там где-то значит там пометочка на них идет так что почему популярность этого дела растет потому что во первых это дешевле с точки зрения офисного пространства то есть человек который работает из дома значит не нужно дополнительных там квадратных футов там под него офисов и так далее такие деньги что еще за это дает доступ к такому уровню экспертизы который может быть недоступен на местности вот нет человека вы его где-то нашли плюс вы можете взять человека тоже квалификации но если он работает живет в штате в котором там я не знаю в трое дешевле недвижимость соответственно вы можете уменьшить платить и он доволен и вам хорошо и так далее я уже не говорю о том что человек может работать из какой-нибудь относительно небогатой страны с точки зрения доходов населения там я из пакистана из индии там из кении это мнение из аргентины то есть из украины сейчас большой аутсорсинг украина россия там и так далее то есть пожалуйста это такое тоже есть вьетнам значит это позволяет снизить расход на производство там того что они производят сейчас очень сильно аутсорсинг происходит но это не не то чтобы там онлайн и сотрудники но аутсорсинг большой идет вот допустим technical support customer support уходит в англоязычные страны там в ту же индию очень очень много и в отличие от девелопмента который уходит например в индию те которые customer support люди они очень очень довольны качеством и уровнем образования там и так далее то есть во всех отношениях они за эти деньги там гораздо более квалифицированную рабочую силу нанимают так вот значит удаленная работа мы сегодня не видим особо удаленные работы особо за пределами там допустим разработки программного обеспечения хотя потихонечку мы видим что вот там кто-то в скайпе лукит вебинары проводится да из из любой там точки мира вы можете вести вебинар если у вас есть достаточно знаний и способность собрать людей как сказал тут один господин я слушал семинар он говорит что кто бы ты ни был и чем бы ты ни занимался сегодня есть кто-то кто значит сидит и думаю как от тебя избавиться поэтому я вот думаю вот медицина а медицину можно вот так удаленно но в принципе если вы допустим пришли здесь и анализы там взяли на месте то допустим посмотреть на анализы специалист может откуда угодно понимаете вот допустим вот доктор у тебя хожу к эндокринологу он там смотрит допустим берет рукой там и смотрит пульс там да как он там прощупывается я расскажу что если на это место там сестра наденет какой-нибудь я не знаю там бандаж этот и я вам прибор померить пульсацию крови намного лучше чем доктор своей рукой там сотни раз точнее это будет то есть в принципе и доктором в общем-то то хирурга вряд ли хотя мы понимаем что при определенном уровне развития техники и хирург может там где-нибудь стоять у себя там ручку крутить а на живом человеке будет что-то происходить то есть понятно что в перспективе чем интересная техника точнее сложнее тем больше всякого такого будет происходить и будет возможным поэтому поживем посмотрим но это тенденция этот тренд береза безусловно этого становится больше и будет больше и внутри страны и в международном плане так что я считаю что мы тоже так вот свой вклад вносим вот у нас есть женщина работает значит в нашем офисе из украины поэтому чего же хорошо счастливо